Пьеса Строгского Прогнозирование пробок и так далее Также люблю различные maps API Ввиду сложившихся научных предпочтений Мне часто не хватает каких-то возможностей Скидбас данных Потому что некоторые вещи, в том числе и на графах Немножко сложно моделировать Вот так Я стараюсь всегда найти какое-нибудь потрясающе мудрое омское изречение Для соответствующего случая Но вот оно дважды мудрое, будем считать Отдохнул на базе настройки картинки данных Здесь в картинке все баз данных, которые попытались затронуть Здесь могла быть PostgreSQL Но я решил ее исключить Когда понял, что в программе они будут рассказывать В том числе про HBase я тоже почти ничего не скажу Это длинный эпиграф Но его пропустят Обычно все начинается Очень умный доклад должен начаться С потрясающей картинки Где идет мелким невидимым шрифтом типология Баз данных, K-Value Документ ориенте и так далее И такая вещь, она часто вызывает реакцию отторжения Вот об этих реакциях хочется немножко поговорить Типичная реакция отторжения заядлого SQL-щика Эй, черти, что вы за мной все ходите? То есть я жил в своем хорошем, уютном, комфортном мире Которые вдруг стали разрешать Это молодежь, которая все время трещит о монге Или еще что-то Они же даже запрос не могут написать Не говоря уже о многом Вот это все не может не раздражать Поэтому в первую очередь хочется поговорить об эмоциях Можно говорить много умных вещей Почему мы выбираем ту или иную базу данных Если вынести за скобку эмоции Но я очень часто наблюдал тот факт Когда разработчик может очень легко втюхать любую базу данных Даже если это КВЛ и хранилище И пообещать построение каких угодно сложных запросов И все это будет очень дешево Конечно, если сверху сидит очень умный начальник Сам какой-нибудь очень бывший программист Он, наверное, этого не позволит сделать Но в бизнесе бывают разные Также не стоит сбрасывать со счетов такие вещи, как мода и тренд Я уверен, что в 73-м году Очень модно было зайти куда-то и сказать Хей, детка, я умею писать запрос на SQL Как твоя мама бухгалтер И быть очень крутым Вот эта мода и тренд всегда вызывает в ком-то протест В ком-то это вызывает потребность в неком соглашательстве и компромиссе Давайте, ребята, не будем ссориться Найдем какой-то оптимальный вариант Выдвинем разумные аргументы Будем поступать так Но в конечном итоге все равно срабатывают эмоции Лично я хотел бы упомянуть в таком старом психологическом эффекте Это так называемый эффект запечатления Дитя, когда мамкину грудь сосет, у него тоже происходит запечатление И обычно то первое, что вы испытали с данными, оно накладывает отпечаток на всю вашу дальнейшую жизнь Это очень важный момент Каждый может сейчас погрузиться в воспоминания и вспомнить, какая первая база данных у него была Может быть, какой запрос он написал И это на самом деле все сильно влияет Я проводил маленький опрос Перед тем, как составлять доклад Мне хотелось получить, считать эмоции омских программистов на тему использования различных SQL-баз данных Вот здесь самые распространенные эмоции За что я не люблю что-нибудь Например, CoachBase, потому что я замучился его тестировать Кассандра навязывает неограниченный CQA И относительно медленно читает И без Гектора никуда Там было еще очень много Я обрезал просто Ну и вот мне очень понравилось Монго, модное, сложное, ненадежное Такой прям амперческий слоган Какие два из трех вы выберете? Модное, сложное или модное, ненадежное, я не знаю Там еще есть React, который немного нервирует И HBase, который мало кто знает Поэтому он просто такой странный Рынок баз данных Нельзя сбрасывать за счетов, что эмоции генерируются не только снизу, разработчиками Информационные волны о том, что какая-то база данных круче Это маркетинговые волны Это маркетинговые войны, которые пролегают в наших головах И вот здесь, на самом деле, сегодня мы тоже можем такие вещи наблюдать Вот я все это вижу, как кучу, назовем их, докторов Которые склонились над уже остывшим телом под названием данные И пытаются нам продать какое-то лекарство, чтобы его воскресить Я сам являюсь поклонником данных, а ни в коем случае не баз данных База данных это мерзость, которая стоит между мной и моими любимыми данными Которые нужно как-то исследовать О том, как разные вещи исследовать, я попробую сегодня рассказать Вот еще есть мифы Мифы, они старательно продуцируются всеми Вот я очень часто, когда просил дать какой-нибудь дельный совет В ответ слышал очень быструю отписку миф Вот, например, мифы упорядочены по возрастанию проголосовавших Ну, чуть-чуть не совсем, да, по возрастанию Ну, близко к этому Вот, я очень часто слышу даже сегодня Монго ненадежно не падает Вот у этого человека, наверное, сто раз на Монго ненадежно упало Или там, Кассандра навязывает мне скелеподход Я никак не могу иначе из нее достать данные Как будто нельзя залезть туда через трифт Или еще что-нибудь Я не буду читать все эти мифы То есть, кто-то считает, например Вот самый популярный миф это Коучдиби, предназначен только для веба Если у вас веб-приложение, используй Коучдиби Ну, в свое время были такие маркетинговые слоганы Вот, как только вы видите очень простую фразу Которая, в которой будет полный мой доклад И которая вам навязывает, что какая-то база данных лучше Гоните этих людей за шею просто Итак Немножко о суровой реальности На самом деле, нужно было что-то написать на слайд Потому что я люблю эту картинку Она у меня всегда навевает ощущение бытия Бытие примерно следующее То есть, нет базы данных вашей мечты Даже если вы какую-то полюбите У вас все равно ее отберут На работе, или дома, или просто время Или Google купит эту базу данных И закроет ее, или Oracle, или еще кто-нибудь И вы не можете быть с ней все время Это реально огромная проблема Вам придется меняться Многие из нас еще не переступили в 50-летний рубеж Вот, скорее всего, когда вы переступите Базы данных будут все точно другими Ну, скорее всего, Db2 точно еще будет Хочется поговорить Я совершенно не собирался устраивать какой-то срач Между Эскелью и Эскелью Я, предположим, вы уже для себя решили, что у вас будет Нойскель Как вот в этом океане немножко половировать Вот, это мои личные принципы Приличный Нойскель Та, которая мне удовлетворяет Я стараюсь для себя не рассматривать У меня не очень много таких принципов Приличия очень простые Мне нужна какая-то масштабированность Иначе я, скорее всего, бы не смотрел Даже в эту сторону данных А писал бы себе Нойскель запросики И жил Иногда очень важна поддержка нескольких дата-центров А если мне нужен какой-то продакшн-решение То, скорее всего, я буду смотреть ее Есть Нойскель-системы, которые, к сожалению, этого не поддерживают И, скорее всего, вам не получится это продать Работодателю А работодателю не получится продать это дальше И вы никогда с этим не поиграетесь Мне нравится возможность добавлять прозрачные новые сервера Потому что я не админ Вот, я хотел бы сам И он такой добавился Мне нравится, что есть отличная отреляционная модель данных Потому что в силу моей жизни Сложилось так, что мои данные минимально похожи на реляционную модель данных И мне нравится, что есть согласованность в конечном счете Может быть, не сегодня Может быть, через год Но она будет И в этот момент приду Я и все прочитаю Так Ой, очень много критериев Их можно 10 страниц написать На самом деле Я хотел бы поговорить не о критериях с точки зрения каптиарема И я хотел бы поговорить о том, как это в жизни происходит На самом деле очень важны такие вещи в духе кривой обучения Например, реально не просто с некоторыми базами данных разобраться У кого-то очень сложный язык запросов Взрывающий мозг, как у той же Монги Или где-то отвратнейшая комьюнити Где ты задашь вопрос А тебя, ну, скажут Эй, сынок, зачем ты задал вопрос? Есть же отличная техническая документация Меня реально раздражают такие комьюнити А те, которые не раздражают Они есть На самом деле Вот у HBase плохая публичная документация Но отличная комьюнити Это сразу Там вот очень хорошо отвечают на любых форумах И так далее Не все представленные на УСКЛ-системы Обладают реально добрыми людьми вокруг Это очень важно Еще мне нравится, когда есть мобильная версия СУБД Даже если у нее под капотом Искали-лайт лежит Еще мне нравится Когда можно хоть как-то воткнуться в ходук Если нельзя, то, скорее всего, я это проигнорирую Ну, и так далее Еще одна диаграмма Диаграмма прямо из Википедии Я просто вот Это такая типичная диаграмма В начале больших дяденек Которые рассказывают про УСКЛ-системы У них там перформанс, колоббирид Вот эти англоязычные слова Они классные Я их все время слышу Смысл их для меня размывается Хотя я вроде бы понимаю каждый из них Я попроще попытаюсь посравнивать Различные возможности разных на УСКЛ-систем Вообще, речь дальше пойдет о Кассандре Кошдебе, Ачбейзе, Монгодебе, Нео Куджей и Реаке Ой, очень много Шесть штук Я не знаю, как сразу получится Давайте просто посмотрим, какие есть группочки Отличия В Кассандре, в Ачбейзе Есть такая штука, напоминающая вроде бы УСКЛ Это столбцы, колоночки, таблицы вроде бы Но хранятся они совершенно по-другому Поэтому просто имейте это в виду Колонки вам там еще встретятся В Реаке, например, будет просто ключ значения То есть вы даже не можете задуматься о каком-то сегментировании Ну, сами какие-нибудь запятые поставите Если только В Нео Куджей, ну да, к сожалению, все сказано Туда можно запихнуть графы Наверное, ваши документы там будут смотреться плохо И Кошдебе, и Монгодебе объединяет общая тема Документы ориентированные базы данных Не знаю, честно, я много работал с электронными документами Было бы страшно, если бы мы бухгалтерские проводки хранили в Монгодебе Вот, действительно, просто бы вздернули на рейд Наверное, какие-то другие документы имеются Не знаю, какие точно Я видел, что люди туда пихают все, что угодно, кроме документов Немножко потом можно будет скачать презентаж И посмотреть Мне очень нравятся такие штуки, как система хранения данных Где-то, как в Кошдебе, есть такое классное Append-only B3 Очень интересная структура, напоминающая B3 Но там все так в конце классно аппендится Мне очень нравится объединяющая штука В Эльбейзе и в Кассандре Они действительно похожи по моделям хранения Это таблички в памяти, которые потом падают на диск Или в логе И вот этот постепенно Вы вроде бы работаете в памяти А потом так все постепенно у вас на диске Вот так вот схлопывается, схлопывается И становятся настоящими данными Ну, React это напоминает хэш таблицу Одну большую, жирную хэш таблицу У меня еще есть второе сравнение возможностей А тут говорилось о том, что не везде есть вторичные Индексы Да нет, батенька Уже везде есть вторичные Индексы Наверное, в HBs только и нет Хотя я могу ошибаться В той версии, которую я пользовался, там не было А вот зато у HBs есть такой трюк ушами просто Зато у нее самое сильное ходу по зависимости Наверное, из всех товарищей Поэтому, наверное, и вторичные индексы не нужны Хотя связь слабая Просто она для другого А в качестве произвольных запросов Вот у вас есть запросы какого рода Получить что-нибудь по ключу Сделать очень крутой фильтр по всем полям Это вторичным индексом И, например, построить суперсложный отчет с агрегацией То, что напоминает нам Грубай Это MapReduce Вот в зависимости от того, что вы по данным хотите получить Можно нарисовать какую-нибудь линию Или расставить плюсики и выбрать то, что вам нужно А тут мы так быстро сейчас пробежим галопом по Европам Начнем с самой простенькой реакции У него есть как плюсы, так и минусы Я буду вообще только о плюсах и минусах говорить С моей точки зрения Мне реально нравится, когда все ноты объединены в такое клевое кольцо Вот у Кассандры еще такое же клевое кольцо Это позволяет, когда одна штука падает Легко вводить новые Как-то нет главного товарища Который, не знаю, сегодня спит И по какой-то причине не работает Мне очень нравится такая вещь там Что реально выводит реакт за пределы просто кивиловые значения Это линз Ссылки на другие ключи Да это же почти 4k Ну нет, конечно, это не он MapReduce Можно писать MapReduce сразу на двух языках перемешивая Для отдельных любителей Ирландии и JavaScript Есть где разгуляться Одновременно реакт может быть просто доступен по REST API И вы будете с ним работать Как будто кто-то вам написал крутой java backend И вы туда уже кладете При помощи этого REST интерфейса Еще мне нравится, что в реаке реально можно побегать между всеми этими C, A и P Чтобы выбрать параметр согласованности доступности прямо на уровне запроса Например, вы вставляете что-то и читаете Можно в нем поменять немножко Ну немножко Мне нравится, когда можно настраивать Чего, конечно, нет в реаке Ну вот такая грустная токийская картиночка Но он очень бедный Он для бедных людей В нем нет запросов Вам с данными Ваши данные не монетизируемые Они никому не нужны Вот, нельзя ни оси И JavaScript там неполноценный И структуры данные там не похоронишь Но если у вас там, не знаю Что-то очень простое Там, дни рождения ваших родителей То хранить там это можно Итак Монго У меня дальше будет больше японских картиночек Но очень цивилизованных Монго У нее много преимуществ на самом деле Хочется сказать слово в ее защиту У нее реально полноценный язык запросов Это классный язык запросов Все что угодно Есть прям табличка Вы делаете SQL запрос Вы делаете Монго запросы И он даже в принципе привыкаешь И в общем-то то же самое Наверное через 30 лет Монго девелоперы такие застарелут И говорят Вот у нас-то был язык запросов У вас-то что? Вот Агрегейшн фреймворк Эта штука не с самого начала была Она позволяет делать Такие интересные группы бай Которые в SQL Ну уже очень длинный запрос писать А там короче Вот мне нравится Короче Естественно есть люди Которым на все это наплевать И для них самое важное Что я был JavaScript девелопером Писал шнягу в браузере Какую-то А тут у меня появилось База данных Которые можно писать А еще посередине Node.js И ты это продашь Любому директору Только дайте мне На этом пописать Это аргумент Который забивает просто все Я был JavaScript девелопер Нам не нужно нанимать Больше никого Я все сделаю Не важно как Большой выбор индексов Мне нравится В Монге Вообще хорошо с индексами Там можно выбрать Какой-нибудь B3 дерево B2D индексы 3D Реально не хуже Чем в постгисе А может в чем-то Даже лучше Потому что побыстрее Мне нравится Что в нем Есть неполноценное Сегментирование Коллекции Такое Неполноценненькое И просто суперское Комьюнити Я пример приведу Монга выкатила курсы Я прослушал Через неделю Нашел такой же У Кассандри Но плохо написанный С такими же названиями Тем Практически Но Закапленный Неработающий И падающий Это о том Что комьюнити Реально хорошая Даже у нас Я не видел У нас Кассандра юзер группа Монга юзер группа Видел Недостатки Здесь не будет Японской картинки Монга В силу того Что у нее Низкий порог хождения Как и у ПХП Например Она имеет Очень много Монга ненавистников И это уже Начинает работать Против Как сделать Чтобы изменить Репутацию Я не знаю Но вот о недостатках Стоит поговорить Есть реальные Ограничения На размер результата Например Когда ты делаешь Многократный MapReduce Это реальная проблема Вдруг у тебя На каком-то этапе Вылезло больше Чем 16 мегабайт И что Что с этим дальше делать Проблема Четного числа узлов И сложные выборы Вот я читал Как-то конституцию США Там очень сложная Система выборщиков Там еще кого-то Вот в Монге Она еще сложнее То есть там Как-то они договариваются Кто будет следующим Какие-то соглашения Между демократами И республиканцами В сети Это все очень сложно Опечатка в Монге Реально стоит дорого Вы можете убить Что угодно Просто Попечатавшись В вашем джава скрипте Ну это На планирование Кластера Надо думать То есть вы должны Сесть И заранее Не в кольцо Там все соберется А подумать Так вот Эта машинка Будет главная Надо подумать Какие ресурсы дать ей Вот это будут Какие-то второстепенные Ой Как бы Вот если первую пойдет Что дальше произойдет Ну вот это все Надо рисовать А еще Монго Очень сильно Ну ее Так как ее часто выбирают Как давайте У нас сегодня Не будет SQL на проекте Все остальное Со статической типизацией Крутой схемой И так далее Вам приходится Всю схему Проверку типов И так далее Собирать в вашем коде Но это проблема Программистов Которые используют Монго А не самой Монго CoachDB Вот представьте себе Что я сейчас Сказал про Монго И очень многое Про CoachDB Справедливо Но есть небольшие Отличия Она как бы говорит Нам расслабьтесь Я все скопировал МонгоDB Функции фильтры Это классная штука В CoachDB Вообще любят Такие вещи Вы например Что-нибудь пишите Потом срабатывает Штука напоминающая Триггер И например Отфильтровала Как-то данные Посерединке Это вот возможность В каждой точке Проверить переходы Она немножко Сглаживает Вот эти все проблемы Знаете там Что непонятные типы Числа и так далее Напихали В CoachDB это есть Можно расслабиться Я буду напоминать Только у нее Есть мобильная версия Давайте все напишут Классные Мобильные обертки На Десклеле Лайт И они будут лежать На ваших мобильных Очень просто Встраивать И резервно копировать Реально парой строк Не нужно столько Плясать с бубном Как с многими Нойскими системами Еще мне нравятся Вот такие вот вещи Перечислил Функции валидатора Функции представления Функции фильтров И так далее Вообще Если вы любите функции Вот идите играйтесь Вот здесь вот Очень более просто Все будет в функциях Каких-то Недостатки С тема репликация На мой взгляд Отвратная То есть Если вам нужна хорошая Репликация То вы вынуждены Выбирать Все или ничего То есть Если мы все Реплицируем Нельзя вот как-то Настроить Как в HDFS Там системе Вот давайте Вот эти кусочки Сюда Эти вот сюда Эти вот сюда Эти мы не будем Десять раз копировать Вот здесь реально Не очень удобно Делать хорошее приложение В продакшене Очень неполноценный Язык запросов Вы по сути У вас есть MapReduce И нет никакого языка Запросов Вот хотите сделать Фильтр Вот делайте MapReduce Хотите не знаю Отсортировать Если в Монге Более-менее Механизм Сегментирования Коллекции То в QHDB Он совсем убитый Что-то в защиту Ничего не получается В QHDB Да У него много Бинус Ашбейс Я совсем коротко Это Я скромный пользователь Ашбейс На мой взгляд Я вижу следующие преимущества Мне реально нравится Версионирование То есть Такая очень интересная Модель данных Когда вы Можете Тут говорилось Что нам СКОЛ позволяет Хранить Какие-то версии данных И так далее Ашбейс Тоже позволяет Но при этом Где у нее Запросы Вот Мне нравится Как она горизонтально Масштабируется После того Как вы продрались Сквозь сложный лес Настроек Вот У вас все Очень просто Дальше происходит Реально первое место По обработке Трудоемких запросов И быстрое восстановление После отказов Про комьюнити Я сказал Это мой личный опыт Мне просто очень понравилась Англоязычная комьюнити Ну наверное Самое отзывчивое было Может быть Потому что Ашбейс Я так понимаю Писали энтузиасты Не было никакой коммерческой фирмы Которая продвигала Ну и тесная интеграция С ходу Если вам нужен ходу Ашбейс Это просто Выбор на пятерку Есть недостатки Реально мало Хороших книг Какой-нибудь там Ашбейс инэкшен Ля-ля-ля Ашбейс для чайников Потому что Ну непросто Если честно Очень сложно Вам будет Например Вашим руководителем Или Самое страшное Вашему бизнесу Объяснить Почему нужно потратить время На изучение Ашбейс Когда есть Такая Монго Ди Би Легко доступная С ее курсами Давайте ее лучше поучим А так вроде Один Фиг Немножко Чересчур Заимствована терминология Из мира Эскель То есть Когда ты начинаешь считать Руководство Тебе кажется Что ты попал В зеркальное отражение Эскель мира Вроде бы все то же самое Но когда ты моделируешь данные Ты должен как бы думать Наоборот Не в рамках строчки Колонки А колонки строчки Это очень сложно Еще Мне лично не нравится Что нужно Не меньше пяти полноценных узлов И дома играться Если вы хотите Дома что-то поделать Очень сложно Бабушку попросить Поставить виртуальную машину И на каждом планшете Поднимать Это тоже не очень удобно Нет средств сортировки И индексирования То есть HBase не для того Чтобы Не знаю Узнавать Сколько у вашего Не знаю Сколько со склада Продали Единицы товара Такого Вот HBase не для этого Если пробовать Строгая согласованность Без возможности изменить Опять же Кому-то это может не понравиться Кассандра Мне нравится Кассандра Потому что Она очень много Скопировала Из HBase И добавила своего Мне нравится Когда кто-нибудь Кому-нибудь копирует Добавляет своего У нее Очень похожая Модель Данных То есть Переход С HBase На Кассандру Он довольно прост Нет некоторых Основных плюшек Но У нее внутри колечко Нет центральной точки Отказа У нее Богатейшее Так как я Java программист Мне нравится Когда есть Богатейшее Количество Фреймворков Которые Работают с приличной Скоростью Поддерживаются Прилично Это Гектор Например Его двигает Его поддерживает В том числе Компания Датастакс У нас тут будет конференция В Екатеринбурге По Кассандре Буквально в понедельник Вот там Товарищи Датастакс Приезжают В наш солнечный Екатеринбург И всем рассказывают Какая крутая Кассандра Есть штука Очень похожая На SQL Сейчас вышла Вторая Версия Кассандры Он реально Может показаться Что вы пишете на SQL И здесь Как и в Вашбейс Есть такая проблема Есть такое ощущение Легкости бытия Когда вы начинаете писать SQL запрос И оп нет Джойна Да что такое И вы пишете его в коде Мне нравится Крутейший кейс Кассандры В нем можно Не знаю Делать свой собственный Твиттер Просто Это строка Которая может Динамически Расширяться До двух миллиардов Колонок Все что вы раньше Писали Вот так Можно теперь писать Вот так И на самом деле У Кассандры Самая нетривиальная Модель данных То есть У нее есть Различные Ввоженные Хоть и запрещенные Супер колонки Супер множество В каждой колонке Гнездится целый мир И вот эта возможность Позволяет вам Реально тривиальные вещи делать Ну резервное копирование Не нужно Потому что Там все резервное копирование Итак Вот здесь примерно И сверху Картиночка Не о многом говорит Но примерно Это так выглядит У вас есть какой-то Ключ в строке Есть какой-то Колоночный ключ Я реально видел кейсы Где у вас в строке Хранились только RowKey И различные ColumnKey А ColumnValue Не хранилось ничего Да потому что Не надо Вот Никто не использует Даже Возможность писать В ячейках Используют просто По сути На наш взгляд Метаинформацию Чтобы что-то хранить Это очень странно Непростая интеграция С коду По сравнению с HBS Если он вам нужен То нужно будет Почитать много документации Но подружить их Все-таки можно Есть различные способы И вот тут Появляется небольшая Червоточинка Вообще у Кассандры У нее есть Коммерческая фирма Datastax Которая ее двигает И она делает как? Она хорошо коммитит Свободную Кассандру И как бы Берет и все ее трудности Тут же решает В коммерческом продукте Понимаете? И как бы Ты такой Наплевался с Хадупом А тут Datastax Вот классное решение Коммерческое Недорогое Смотри действительно Такое ощущение Что они грабли Сами расставляют Мне не потеряет Эта вещь Нет Осид Будьте готовы К этому Нет никаких откатов Терсионирования И так далее Моделирование Сложное Я бы не использовал Кассандру В качестве Возможности Ну Когда вы первый раз Моделируете Новые какие-то подходы Я бы ее не брал В качестве первой Нужно что-то промежуточное И она очень требовательна К оперативной памяти То есть Вы запускаете Она тоже на GVM Запускается И вы такие Сейчас я ей дам 4 гигабайт Все будет хорошо А я надо 12 Потому что Собственно данные Занимают где-то треть Когда начинается Какое-нибудь Сжатие данных И так далее Используется То есть Правило такое Когда вы Кассандру размещаете Вот если вы хотели Выдать 4 Дайте серверу 12 Хотя бы А лучше 16 Потому что Разные фоновые процессы Будут очень много Отжирать ваши оперативки Вообще Это вот Ну для кого-то Может быть Опять же Существенный минус Сейчас будет большой Большой Реальный обзор Про него Неофуджей И картинки С графами Без этого Никак Тут уже есть Одна картинка Неофуджей Для чего она оптимальна Она оптимальна Для сильно связанных Сущностей Сильно Более сильно связанных Чем даже Данные Которые лежат В SQL Она вроде называется Но SQL Но она совершенно В другую степь У вас есть Вершины Ребра Атрибуты Индексы Назначения Атрибутов У вас есть Осид У вас есть Трест API Все здорово Только А чего нет Нет полноценного Горизонтального Масштабирования То есть По моим же критериям Это какая-то Неполноценная Система Я это прощаю Она плохо Приспособлена Для размещения Несколько машинок И естественно Ей вообще Не нужен MapReduce Потому что Графы обрабатывать Параллельно Очень сложно И практически Для некоторых задач Невозможно Нет распараллеливания Для полноценного Удаления данных Приходится иногда Перезапускать сервер Это раздражает Картиночки Вот здесь Наверное Плохо видно Потому что У нас маленький экран Но Кейс Который Например Считался На Neo4j Довольно известный Это Архивы Подписок Всех журналов Вот здесь Есть научные области Если в одной Сторон Из областей Происходит цитирование То происходит Агрегирование данных Увеличение И так далее Есть плагин К Neo4j Который позволяет Такие вещи читать Я очень люблю Такие картинки Вот К сожалению На SQL Заниматься Вот таким вот Агрегированием Хранения связей И так далее Очень сложно Чемпионы тяжеловеса Однако Есть проблемы В Neo4j Я сейчас о них поговорю Есть различные графы Например WebGraph В нем Триллион вершин Можно ли хранить его В Neo4j А нельзя Потому что У Neo4j Есть огромное Но все же ограничение На количество Ребер и вершин Что-то порядка 35 миллиардов А вот триллион вершин Уже не похранишь Не знаю С чем связано Вот Facebook Граф друзей Похранить можно Но есть ограничение Хочется у вершин Но есть ограничение На число Ребер И он тоже не проходит А вот дорожная Граф Европы Для того чтобы Google вам быстро Строил маршрут Хранить в Neo4j Например Можно Например Там всего 18 миллионов вершин 42 миллиона рёбер Хранить социальную сеть Например Вашей небольшой страны Там какая-нибудь Трансист Инстрия Или там что-нибудь В таком духе Тоже можно Она влезет в Neo4j Даже возможно На один сервер Ну и конечно Я в нём хранил Дорожный игрок Омска Переехал с MySQL Очень часто Вот он Это промоакция Это тоже Дорожный игрок Омска И это снова Всякие эти вычисления Можно делать При помощи плагинов Neo4j Потерпите ещё Оказывается у меня много слайдов Есть такой момент Очень строгий У вас должна Обязательно Быть перед выбором Там вначале были эмоции Фаза исследования Фаза исследования Должна быть После эмоционального этапа Переживания Сознания ваших привязанностей Приджите на кушетке У психоаналитика Расскажите ему Почему вы пишете в монгу И так далее Это обязательно Пожалуйста Уговорите на неё Тот бизнес Для которого вы делаете решение Он должен понять Что вы уже решили Что убираете Но SQL Вот если сейчас Не попрототипировать И ничего не поисследовать Возможно Через год Это обернётся Очень большими убытками А теперь развилки Предположим Мы проходим Эту фазу исследования Я вот предлагаю Вам такой вариант У нас есть Первая развилка В вашем приложении Есть сеть данных Граф знаний Самый популярный Обход Это не просто Иерархия магазинов Или товаров Что-то более сложное Вы готовы Отказаться от размещения На нескольких машинах Если не готовы Neo4j не для вас А если готовы И данные влезут На один сервер Выбираем Neo4j Вторая развилка А большие ли у вас данные Данные большие Вот пример Например У вас все данные О движении звёзд А большие ли это данные Пока вы не хотите По ним строить отчёт Они могут лежать В zip файле Каком-нибудь Как только захотите Вычислить Или спрогнозировать Наличие у нас Десятой планеты Вам понадобится Интересная обработка Это большие данные Личная переписка Например Всех ваших друзей Небольшие данные А например Всех друзей в фейсбуке Всех друзей Всех друзей Всех друзей Это уже большие Фотки в инстаграм Большие Вторая развилка Big Data Я продолжаю Вот здесь приходится Сказать пока SQL абсолютно нормально Это сделать В те кейсы Когда есть реально Большие данные Ну в вашем бизнесе Стретиться не обязательно Очень скоро Скорее всего Стретиться поздно Вы прощаетесь с NoSQL И с Neo4j Потому что Большие данные Не для них Третья развилка Простота У вас нет Каких-то сложных Структур У вас Между данными Вообще нет связей Данные максимально Изолированы Вам ничего не нужно Там джойнить И так далее Вам нужно просто Чтение записи По ключу И огромные скорости Вот я бы выбрал React Очень интересная штучка Она оставляет Реально Всех позади себя И при этом Такая вдогонку Шлет вам А у меня еще есть MapReduce И вы можете его использовать Ну он там реально есть Четвертая развилка У вас большие данные Но все не так просто У вас есть иерархия Иерархия объектов Или чего-то еще Вот Структура при этом Она реально часто меняется Не так, что Мы утвердили с Пал Палачем Что у нас такая структура данных И 20 лет Это не поменяется Редкий кейс Но бывает так Что это меняется каждую неделю Причем кардинально Все переписывается При этом Вы готовы пожертвовать Определенной связностью Некоторых сегментов Вот здесь на сцену Выступает MongoDB Причем они так соревнуются С CoachDB В зависимости от тех аспектов Которые вы выбираете То одни, то другие То одни, то другие А Ряк уходит Его уже нет Пятая развилка Отчеты Делать по-моему MongoDB CoachDB Отчеты Несколько сложнее Вам нужен хороший Кадук Огромная обработка данных Реально нужно перемолотить Все И получить что-то Очень маленькое Иногда даже что-то Очень большое Вам нужен Кадук И вот здесь Цена интеграции Может быть очень высокой То есть Вы можете очень долго Прикручивать Кадук Например К Кассандре Или Криаку Или даже к нему Худжей Если захотите Но у вас нет на это бюджета Выбираем Машбейс Он царствует безраздельно Ну Кассандра Если вы купите Немножко Вот этот Астакс Я не покупал Не знаю Работает или нет Это вот такие вот развилочки Хочется немножко сказать Вы заметили Нет особого пиетета Перед какой-то конкретной Базой данных Мне нравятся их названия Их логотипы Но не более того Мне нравятся данные Это больше всего Я про данные Выписывал когда-то себе Блокнотик из лечения Вот парочка из них Данные от океана Полные морских существ Пока Они не выловлены Пользуюсь никакой Ну вот тут Было много сравнений с инструментами Я тоже хотел про лобзик пошутить Но потом про удочку Мне захотелось У вас есть удочка Сеть, глушить гранатой Ждать в море погоды Тряся бубном И так далее Вот выбирая Знаете, что вы хотите поймать Что хотите поймать То и поймаете У меня есть список источников Потому что я серьезный доклад делал На самом деле всем советую Прочитать Клевую книжку В духе Как я увела мужа у подруги За 7 дней Вот Такая же книга Только про базы данных 7 баз данных За 7 недель Я готовился Я взял перечень баз данных Из этой книги И исследовал дальше Мне очень нравятся Замечательные Индра От Бен Скобилда Также я опирался На исследования Компании Tamtec В том числе В которых я участвовал Собственные исследования И замечательный сайт NoSQL Database Org На самом деле Этого хватает Чтобы познакомиться Со всем, что есть Ну и все Последняя фраза Данные и все Способ хранения Ничто Все, спасибо У нас теперь Вопросы Плавно перетекающие В дискуссию Плавно перетекающие В кофе-брейк Давай может Есть у кого-нибудь Вопрос Нет У нас почти полчаса Если есть вопросы Ко мне То можно задать Какие-нибудь Вот есть вопросы Все Из микрофона Да Давай, Дед А вот Про мобайл Там немножко было Можно чуть-чуть подробнее Вот куда движется NoSQL в сторону мобайла Ну У меня очень мало Сведений Большинство сведений Подчеркнуто Из разговора с Данилом Который рядом Вот тут сидит Как-то за пыханым столом Небольшого исследования В нашей компании По поводу CoachDB Известно, что У CoachDB есть Мобильный клиент Но мы понимаем Что никакого Настоящего NoSQL-хранилища На мобильнике Кроме SQLite Нет, Данил как раз Развеял мои сомнения Про клиентов Я думаю, что мы Реально Обычному человеку Реально по силам Написать небольшую поддержку И MongoDB И Кассандры Именно просто Если вы привыкли Уже к этому стилю Это может быть Вполне чем-то Небольшим мобильным стартапом Но почему-то их нет Вот Я видел очень много Типа поддержка MySQL Типа поддержка MSSQL На мобилке Но почему-то Я не вижу Хороших поддержек Например, MongoDB А зачем? Да просто так Нет никакой причины На самом деле Реально Ну просто хочется Может быть Есть еще вопросы? Ну, вопросов Ко мне, наверное, больше нету Похоливарить Похоливарить Надо холиварные темы Отбрасывать Конечно Святое дело Можно вернуться к мифам Которые у меня были С друг с ним все согласны Не знаю Саша там уже Допросили, да? И Гришу На самом деле Хочется вернуться к вопросам Я Все продвигаю Свой тезис Про запечатление О том, что все мы животные На самом деле Даже не выбери базы данных У кого Первой базой данных Была Монго? Поднимите руку Есть ли? Нет А, ну ладно Вот, хорошо Значит, наверное А у кого Любая из SQL-систем Была первой базой данных? У большинства У вас что-то Йокает Когда приходит Чувак, который На три года Вас моложе И говорит, что Он вообще не трогал Ваш SQL А вот Монго Классно Он йокает? Нет, йокает Есть Ну, немного Пусть звучит еще такое Только сегодня Ну, либо он принимает Коек такой, какой он есть Либо Он не правда Принимает Такой, какой он есть Слушайте, можно вопрос Скорее всего Первым водным докладчикам Вот вы говорили На одном из слайдов Такое, что Давайте для этого Возьмем такую базу данных Для этого возьмем Такую базу данных Это умеет нас лучше И вот сделаем Такую систему С многими базами данных А вот по поводу синхронизации данных Переноса Не-не-не Это не о том Не о том? То, что ты должен знать Для разного типа данных Используем разный баз Ну, как бы да А если Ну, как бы В одной системе И то, и другое И третье, и четвертое Хорошо Вот это умеет здесь лучше Это умеет другое лучше Улучшить компромисс А, ну только вот так уж Архитектуру Можно здесь Надные фейлы просто Нет, смотрите Вот той книжке Фауэллера, которую Они любят Там еще одна По-моему, если Интересная Что Старые добрые SQL-базы Они Одна база для всего Одна база, которая Хранит все данные Наши системы И к этой базе Обращается множество Клиентов Именно поэтому Там нужны Тело-доступы И многие другие Плюшки Но у SQL-базы Они немножко Из другого мира Там Принцип другой У одного компонента Система Своя база Своё хранилище И это хранилище Больше никому Недоступно То есть То есть API какой-то А API У вас система Система состоит из компонентов У каждого компонента Своё Новый SQL-хранилище Они обмениваются Другим образом Это Что если Два компонента Становится Чуть-чуть Сложнее Друг друга взаимосвязано Нам приходится Либо терять На этой самой Долгшей Переходом Либо как-то Их объединять Тем самым Усложнять систему И тем самым Да Поэтому В системах Нет Систем контроля Доступа Потому что Их не для этого Придумывали И поэтому Мне кажется Странным Мобильный клиент Вы что Ребята По Wi-Fi Сети Не зашифрованные Гонять запросы Монго Вы что Зашифрованные Кто сказал Что не зашифрованные Сказал Старбак Дублирование Дублирование Есть Вот такое Давайте положим Руконосер У нас И в дублировании Мы часто Делаем Динормализацию Да Мы делаем Динормализацию Абсолютно Ради тех же Целей Ради которых Создали Мало Сказал Мы просто Динормализуем И нам удобно Мы жертвуем Идеалом Ради Скорости Четко Знаем Мы себе Можем Динормализацию Конечно И при этом Мы Четко Знаем Сколько Мы потратим На протяжении А здесь Нам говорят Что у вас Нормализация По молчанию Жизнь Никакова Молчилась Ну или Пишите Очень сложно Как раз таки С УБД Именно внутри СЛХ Александр Евгений Вам наверное Есть что сказать Да Ну Нужно 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 Нужно